Я повторюсь, на всякий случай, санкции на межгосударство, он не имеет права объявлять только Совет Безопасности Организации Винных Наций. Но что есть, то есть. Сегодня Запад вообще вышел из-под контроля, его действия, ну, наверное, предсказать вообще, в принципе, сложно. Но если вернуться к сегодняшней ситуации Литве, протестания Литвы, Белоруссии, ну, давайте просто посмотрим ответные меры, которые сегодня МИД Белоруссии как бы озвучивает. То есть, естественно, в Белоруссии нет выхода к морю, ни к одному, ни к второму, но Белоруссия транзитное государство, и через нее проходят два коридора, это восток-запад и юг-север, то есть очень значимые для экономики Республики Литва. Поэтому, в принципе, ничего неожиданного нет, что санкции применены именно грузопассажирскому, ну, точнее, грузовому транзиту, который идет из Республики Литва. И, в принципе, та сумма, которая озвучена, она, я подтверждаю уже с экономической точки зрения, корректна Министерством иностранных дел, то есть прямые потери литовских субъектов хозяйства считают порядка полутора миллиардов долларов США. Но это же начало только истории, давайте вспомним опять-таки потери от транзита, транзитеров литовских, от запрета калийных удобрений, нефтяных продуктов, тоже они оцениваются порядка этой суммы. Давайте еще немножко вспомним еще, так сказать, потери прямые, потери от выстрела даже не в ногу, а в голову правительства Литвы. Это потери от недружественной, прямо так и трактует Китайская Народная Республика, политики Литвы в отношении КНР. Экономисты, независимые экономисты оценивают только эти потери порядка 5 миллиардов. Таким образом набегает где-то порядка 8-7 миллиардов долларов прямых потерь. Что такое 8 миллиардов для литовской экономики? Это более 10% ВВП. Сегодня в ВВП Литвы где-то порядка 55-56 миллиардов. То есть вот цена авантюризма, прямая, есть косвенная затрата, создание рабочих мест, политический имидж, да, который, наверное, еще в разы увеличит эту потерю. Ну, давайте еще немножко, чтобы было еще более расшифруем. Ну, сегодня, к сожалению, такая политика приводит и к горячей конфронтации. Как правило, это оценивается в размерах бюджета, военного бюджета той или иной страны. То есть тут мы насчитали 10 миллиардов плюс. Вопрос возникает, а сколько же бюджет, тратит бюджет литовская правительство на поддержку своей армии? Это порядка 2%, 2 миллиарда. То есть прямые потери от вот этой такой авантюристичной позиции кратно превышают потери военного бюджета. Я уже не говорю о социальных затратах. Они вообще повышают, превышают цена вот этой авантюры, превышают уже в 5 раз. Ну, вот вам политика, поэтому нет ничего удивительного, что и министры иностранных дел Литвы выражают озабоченность с встречными белорусскими санкциями. Мы вспомним, месяц-два назад это политический кризис. Правительство Литвы было, то есть в отставку подавали целые министры. Премьер-министр чуть тоже не шел в отставку. Ну, вот это цена авантюризма. То есть тогда, когда интересы каких-то кукловодов ставятся выше, чем интересы собственного народа.